Ленина 131, центр города. Нина Гришаева живет здесь 35 лет. Говорит, капитального ремонта за это время не было ни разу. Крыша течет давно, а в последние годы с нее и вовсе льет, как из ведра. На днях за свои деньги пенсионерка даже наняла рабочих, чтобы снег с крыши скинули. Не смогла дождаться, когда это сделают представители управляющей компании. Здесь штукатурка вся на пол упала. Вот здесь еще держится. Вот здесь тоже вся на пол упала. Здесь ужас, что было и каждый год. Как только температура за окнами поднимается выше нуля, Нина Михайловна использует все, что есть в доме, чтобы вода не протекла этажом ниже. Ведра, банки, тазики. К тому же опустошить все емкости нужно вовремя. Поэтому даже поход в магазин для женщины – риск затопить соседей снизу. А вот ночью, я ночью, ну 75 лет я не могу уснуть. Я только засну, надо уже вставать, выливать. Я и не спрю. Под навесным потолком приходится скрывать обвалившуюся штукатурку. Из-за нее внучка Нина Михайловна однажды чуть не получила травмы. И как эта штукатурка упала, и прям ей это хорошо, что было теплое одеяло, такое стяженное. И она упала ей, ножки, конечно, больно было, но не было травм. Логично, что проблему с крышей уже давно могла решить управляющая компания. Пенсионерка говорит, специалисты приезжали летом, запенили щели, и на этом их миссия закончилась. Пена никакого эффекта не дала. С первым растаявшим снегом история повторилась. Теперь на звонки пенсионерки в управляйке никто не отвечает. Телефон ее уже знает наизусть. Звоним с другого номера. Я все время за рулем езжу. Такой гололед ты мне звонишь. Ты позвони мне утром. Андрей Николаевич, ну я тебе и утром звоню, и вечером звоню. Я тебе никто не звоню. Вечером вообще мне не надо звонить. Ну а когда тебе звонить? Меня топит. Ты же знаешь, что меня топит. Ответа, как решить проблему, и на этот раз женщина не получила. Мы решили побеспокоить руководство управляющей компании и наследие сами. Нам ответили, дом старый, и его давно уже нужно сносить. От конденсата никуда не денешься. К слову, в реестр аварийных этот дом не входит, в отличие от стоящих по соседству. Со стороны управляющей что можно сделать? Попробуем утеплить пенополистиролом сам вверху от кирпичной кладки под крышей. Попробуем. Но не думаю, что это поможет. Между тем юристы говорят, если управляющая компания не выходит на связь или отказывается решать проблемы, можно обратиться в государственную инспекцию жилищного надзора. Но и тут есть свои тонкости. На сегодняшний день в городе Барнауле есть случаи, когда собственники даже не ведают о том, что они избрали непосредственность управления, а с управляющей компанией, так называемой, заключили договор всего-то на обслуживание по бухгалтерии, то есть выписка квитанции, и по паспортно-визому обслуживанию. То есть остальные функции управляющая компания не исполняли. В нашем случае помочь пенсионерке обещали уже в ближайший месяц. А пока стоит только догадываться, как Нина Михайловна встретит первую весеннюю отепель. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.